В этом видео мы расскажем историю Аглаи Демидовой, коронованной воровки в законе. Неизвестен даже год рождения Аглаи, вероятно это примерно 1910-1920 годы, где она родилась, в какой семье все это остается тайной. Однако совершенно точно известно, что уже в подростковом возрасте девочка стала воровать. Видимо, все же семья была не очень благополучной. Первый раз попалась и отсидела она тоже еще в детстве в колонии для несовершеннобедних. Постепенно девушка стала расти профессионально. Если раньше она была просто карманницей, то впоследствии переквалифицировалась на квартиры и магазины. Отсидела за совершенные кражи еще три раза. Аглаи по тем временам считалась женщиной вполне себе красивой, но кроме того она была еще и умной, смекалистой. Ее лицо располагало к себе, поэтому ей часто удавалось избежать подозрений. Также характеру Демидовой свойственна была безбашенная смелость. Она всегда была готова пойти на конфликт и отстоять свои права. К 30 годам Аглая уже была коронована. Разумеется, это не означало, что девушка присутствовала на воровских сходках. Все же женщину туда не пускали, но ее уважали, к ее мнению прислушивались. Но однажды Демидовой не повезло. Как уже говорилось, она в основном проворачивала крупные дела, но подчас не брезговала и по старой памяти карманными кражами. На этом она и попалась. Во время работы на крестьянском рынке Аглаю взяли с поличным и дали немалый срок – 10 лет с учетом прицедим. Вообще ворам в законе нечего бояться отсидки, ведь им не грозит тяжелый изнурительный труд, за них все делают другие заключенные. Поскольку уважаемый вор проводит в тюрьме большую часть своей жизни, то он должен отбывать наказание с комфортом. Такой воровской король спокойно может забрать деньги у сокамерников, имеет право припугнуть и по слухам даже убить того, кто ему не подчиняется. Может быть и провела бы Аглая в тюрьме большую часть своей жизни, и провела бы со всеми удобствами, если бы здесь не была замешана любовь. Да, у Демидова был возлюбленный, вор Тимофей по кличке Жиган. В воровском мире запрещено жениться, но влюбленные поклялись друг другу верности, скрепив свою клятву кровью. Каждый из них разрезал себе ладонь, а потом они соединили руки в кровавую руку пожати, и их кровь смешалась. Вот почему так страстно хотела Аглая на волю, не могла жить без любимого. Она задумала сбежать во что бы то ни стало, но как? Созрел план попросить тюремного врача подделать документы, якобы девушка серьезно больна, и ее необходимо отправить в районную больницу, которая находилась вне тюремных стен. А оттуда и до желанной свободы совсем недалеко. Чтобы заплатить доктору, Демидова отдала ему свои золотые серьги и вступила с ним в интимные отношения. Связь с тюремным персоналом на зоне каралась строго, поэтому воровка тщательно все скрывала. Может быть ее хитрый план и удался, если бы ее не подставила сокамерница Верка Конна. В лаком мире тогда существовало две привилегированные касты среди женщин – воровки в законе, и каким странным бы это ни показалось – проститутки. Последних очень даже ценили за их искусство, но первые, разумеется, обладали гораздо большим авторитетом. До прихода Аглая в камере заправляла всем Верка Корма, бывшая жрица любви. Она обладала крайне агрессивным характером, насиловала новеньких, закатывала сцены ревности. С приходом Демидовой, тут же взявшей бразды в правлении в свои руки, отрицательно относившейся к лизбийской любви, атмосфера нормализовалась. Верка попыталась отстоять свои права, была избита новой правительницей и, кажется, покорилась, но затаила обиду. Однажды, заглянув в лазарет, Корма увидела, что сиренный врач и Аглая занимаются любовью на санитарной кушетке. Она тут же сообщила об этом воровской верхушке. Та постановила убить скрутившуюся воровку, причем убийство должна была совершить сама Верка. Быть убитым человеком, который ниже тебя по статусу, считалось унижением. Таким образом, Демидову лишали ее высокого ранга. Когда Верка вошла в камеру, Аглая все поняла. Проститутка накинулась на воровку и начала ее душить, а последняя отчаянно сопротивлялась. Завтра детку уступилась одна из ее сторонниц, убив Корму одним ударом остро отточенного ножа. Далее последовала драка между женщинами, симпатизировавшими убитой Верке и теми, кто был верен спасенной Аглай. На шум прибежала охрана. Демидова, понимая, что ей все равно грозит смерть, схватила одну из надзирательниц и начала бить ее головой об стену. Когда воровку оттащили от терянщицы, было уже поздно. Женщина умерла. Теперь Аглая грозила гораздо более суровое наказание. Однако сначала должно было состояться судебное разбирательство. Для этого Аглаю этапировали в поселок Таежный. По дороге один из охранников решил поразвлечься с привлекательной девушкой и потащил ее в кусты. Это было обычным делом. Однако насладиться ему не довелось. Воровка быстро пронзила его сонную артерию тонкой цыганской иглой. И была такова. Второй охранник через час пошел посмотреть, что это его товарищ так долго нежится с преступницей. И нашел его уже мертвым. Демидова всеми правдами и неправдами пыталась добраться к своему возлюбленному. Она верила, Тимофей все поймет и защитит ее. Встретив Таежных геологов, девушка с ними набралась до ближайшего города. А там уже недалеко было и до Жигана. Аглая пришла к нему поздной ночи. Он открыл дверь и до утра влюблены не расставались друг с другом. Но наутро Тимофей объявил Демидовой, что все знает про ее измену. Воровские авторитеты послали ему письмо с рассказом о проделках его с ужиной. Аглая сначала пыталась оправдаться, я же все это сделала ради тебя. Потом начала умолять, поняв, что возлюбленный преклонен, оттолкнула его и бросилась бежать из избушки. В голове проносилась одна мысль, только бы добраться до реки. Тимоша не умеет плавать, но Жиган быстро выбежал за ней и метнул своей невесте нож в спину. Она уже почти добежала и упала на прибрежный песок. Воды окрасились кровью. Жиган подошел, проверил, что возлюбленная умерла, и спокойно пошел докладывать об исполнении воровского приговора. В этой среде нет ни жалости, ни сожаления, ни раскаяния. Но также существует и альтернативная версия изложенных событий. И данная версия предложена писателем Варламом Шаламовым. Аглая действительно попыталась сбежать, но через два дня была задержана. Состоялся суд, на котором ее приговорили к 25 годам строгого режима. Скорее всего, так и было. А вышеизложенная версия – лишь воровская легенда. Слишком уж в ней все красиво. После вышеописанных событий в 1956 году на воровском сходе было постановлено – женщин не короновать, все они рано или поздно скурлятся. Таково отношение к женскому полу в блатном мире. Никакого товарищеского, дружеского, любовного чувства блатарь к женщине иметь не должен. Единственное исключение – мать. Но и это не более чем игра. Мало кто из воров в законе по-настоящему заботится о своих родительницах, посылает им деньги. Да и кроме того, правильно заметил Шаламов, любовь к матери, не перенесенная на женщину, вообще – фальш.